здравствуйте дорогие друзья с вами александра бабулева и я сегодня решила вам напомнить может быть кому-то напомнить а для кого-то это будет в нове одну небольшую фишечку при работе со скриншотами наша программка для презентации и мы должны приготовить какой-то слайд не всегда программы для скриншотов у нас их на компьютера может быть несколько у меня вот их три стоит не всегда они нам помогают в каком случае они нам не помогают смотрите вот это вот панель закладок я к примеру готовлю презентацию на тему настройки гугла я нажала на значок настроек панелька у меня вышла все мне нужно сфотографировать вот именно вот эту панельку я иду за программкой для скриншотов от клипту нет а панель пропала в это время но сделать то мне надо на словах иногда не получается донести до людей где же вот именно находится данная кнопочка и что должно выйти программка не помогает что делать для этого на любой клавиатуре любого компьютера есть кнопочка print screen нажимаем ее ну визуально ничего не произошло у нас давайте попробуем вставить наш снимок мы же сделали скриншот на наш слайд вставить можно или горячими клавишами цитры л плюс в или правая кнопка мыши вставить ура снимок панели закладок с панелью настроек гугла на слайде но очень и очень большой мы сейчас это убавляем естественно вот это все лишнее нам нужно убрать вот это вот единственный минус этой кнопки она фотографирует не какой-то участок от экрана а вот именно весь экран выделили наш рисунок появилась вкладочка работа с рисунками а здесь заветная кнопочка обрезка смотрите появились у нас ограничители обрезки наберем и вот таким образом выделяем столько сколько нам нужно кликаем на пустое место слайда и вот панелька с нашей кнопочкой выхода на панель настроек готова вот и все иногда не понимают люди когда я говорю например что кнопочка принт скринт находится у тебя на клавиатуре там то там то там то не находят сейчас я вам покажу где и как она может находиться это экранная клавиатура она немножечко отличается от той клавиатуре которой мы привыкли пользоваться на столе компьютерном или у ноутбука но понять как обозначается кнопочка print screen здесь можно вот она это заветная кнопочка у меня на клавиатуре она находится вот в этом месте рядом вот с этой кнопочкой в xp обозначение ее вот такую вот скажем так аббревиатура что ли эта кнопочка тоже работает я сделаю еще один слайд и поставлю снимок на этот слайд смотрите я сфотографировала да что ты перескакиваю сфотографировала свой рабочий стол сейчас я его убавлю вот такая прекрасная кнопочка помощница у нас есть и я рекомендую не забывать про нее и еще на один момент я бы хотел обратить ваше внимание программе powerpoint мы очень часто делаем кроме презентации еще какие-то заголовки какие-то шапки для блога картинки с надписями и у нас очень часто появляются вот такие выделения это говорит не о том что это слово написано с ошибкой это говорит о том что словарь его не воспринимает и подчеркивает убрать это выделение очень просто ставим курсор на это слово правая кнопка мыши пропустить все или добавить словарь выделение ушло точно так же и здесь и смотрите фразы выглядят совершенно по-другому и если мы сейчас сделаем снимок этой надписи этого подчеркивания не будет и поверьте очень и иногда обидно становится за человека который приложил столько труда создавая свою презентацию или музыкальную открытку и делая какие-то красочные заголовки в программе powerpoint не обратил внимание вот на эти подчеркивания они сводят на нет всю его работу вот и все что я хотела вам сегодня сказать всего вам доброго с вами была александра боблева шокина м Субтитры подогнал «Симон»